Мы изначально рассчитывали, да, она с годами все расставила на своих местах, сама жизнь, ситуация, концепт, который мы поменяли. Изначально это был такой вот аналог в Уфе Дик Орхидеи. Ну вот, чтобы было, это фэшн такой должен был быть, фэшн, но молодых, красивых, стройных, идеальных, там скажем. Но сейчас мы все перешли вот к салонным закрытым типам, потому что сейчас это самодостаточные женщины поменялись. Раньше, 10 лет назад, это были юные леди, которые были на хорошем содержании, именно на содержании, и они не знали, как эти денежки зарабатываются, и они вот позволяют, безусловно, сейчас такие тоже есть. Но сейчас нет, сейчас молодая женщина, она активная, она сама зарабатывает, она точно знает, чего она хочет, и ей угодить намного сложнее стало, поэтому... Она путешествует, видит все это за границей. Она это все знает, она сравнивает цены. То есть такого нет. И сейчас клиенты приходят, они вот... Вы меня спрашивали про финансовый момент, да? Я вам говорю, вот в кризис мы как? Мы не стали вот этим заниматься переписыванием, передергиванием, мы не стали ни себе нервом мотать, ни клиентам. Мы не советились. Слушайте, никуда не деться от этой ситуации. Это происходит, это не глобально, это не конец света, слава богу, не война там, да? Приходили люди и говорили, слушайте, людям есть нечего будет, вы тут трусы дорогие продаете за 3 тысячи рублей. Каждому свое. Кто один раз ей купил хорошее, он вряд ли один их лакует. И это такой вот момент очень личный, интимный, поэтому... То есть они у нее будут одни, там, да, безусловно, в декабре продажи, как бы сначала вот застопорились, но я не могу сказать, что ей жаловать, или не жаловать. То есть сохранили свою аудиторию, сохранили для них цены, предложения. Они нам благодарны за это. Они пришли, они к нам вернулись, потому что они были нам благодарны, что не было, как в других магазинах, например, вот я наблюдала, кто одеждой торгует, они... Люди сегодня пришли, отложили вещь, завтра приходят, она совершенно по другой цене, и ощущения неприятные у покупателя, чтобы... Нет, мы все оставили на своем, мы решили, что как раз это самое время делать ремонт, передождать, выдохнуть, и вы должны... Видите, как все получается. То есть, к сожалению или к счастью, мы живем в нестабильном состоянии, но это держит нас в тонусе. Мы все в тонусе всегда, руки на пульсе. Не высказывают ли вам покупатели какие-то свои впечатления о посещении бутиков за границей, где они бывают, обитают, и вот сравнивают цены там, здесь, почему они у вас делают покупки, а не там, или делают там покупки, и у вас меньше. Общаются и говорят об этом. Ну, не знаю, мне, наверное, повезло. У меня очень редко бывает критика. Они приходят, они благодарны, они ко мне возвращаются, я им для этого благодарна. И они знают, что цены мне не задирают. Безусловно, люди, когда возвращаются, когда они съездили, это стереотип, который остался еще из тех поколений, когда говорят, ой, за границей всегда дешевле, это всегда дешевле, это всегда качественнее. Слушайте, сейчас столько проверок ходит, и все сертификаты, и все это есть, и мы все показываем, и на стенку повесят, они уже знают. А потом, знаете, я, Уфа может быть и большой город, но для моего сегмента он небольшой. И мы все вот живем в одно, и люди знают, что нету каких-то там левых, так скажем, поставок, что мы сейчас стараемся выкладывать какие-то фотографии, да. То есть они за оригинальность перестали переживать, поэтому они спокойно идут, они понимают, что за границей они потратят те же самые, только надо ждать поездки, не надо. Они, конечно же, там в путешествиях все покупают. И, может быть, где-то там...